так день добрый дорогие друзья сейчас мы уже выставили микрофончик на приемлемую услышимость так вы меня слышите скажите пожалуйста в чем мы пишем звук есть видео есть хорошего семинара пишет умность умный степан хорошо спасибо большое было печально если мне было звука на самом деле так наталья уже на проводе александра сергеевна сейчас уже начнем сейчас отключим телефон да мне сейчас звонит человек и говорит что давай сделаем коллаборацию по поводу недвижимости недвижимость это такая тема покупки она знаете непонятно острая с кем имеешь дело может какой-то жулик поэтому надо проверять этого человека будет не так просто взять и сделать по недвижимости что-то я говорю да 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 я посмотрю ваши ролики там узнаю о вас представляете если что-то не так если ты жулик по недвижимости это будет очень печально так рассмотрим платформа вебинар мария пришла наталья артем андрец александр александр степан написал что все нормально и модератор на месте да но мы начнем все таки до чтобы не томить ожиданиях но кто-то посмотрит в записи если в записи поставьте плюсик если вам понравится это поможет продвижению этого ролика звоню я трейдерам сейчас звонил трейдерам и говорит но это коррекция то что сейчас происходит это небольшое снижение там на минус 1 на 4 по индексу московской биржи это коррекция вот но пишут люди которые выжимают эмоции им надо как-то продвигать свое видео они пишут что вот это обвал так что не знаю какой то может обвал если посмотреть там было 10 свечек на индексе московской бирже дель дель белых и первая свечка подряд подряд это черная проблема в том что акции которые имеют большой вес московской бирже они слишком уже перегреты если посмотреть на график на дневной то индикатор rsi 14 уже показал что достигли уровень перегреты и покупать опасно вот но в принципе пока это коррекция смотрите как коррекция думаю что рот продолжится у нас сейчас идет ставки на повышение в плане борьбы с коронавирусом я сейчас включу пишут людям ничего-то здравствуйте видно и слышу спасибо пётр вот потому что файзер говорит что 90 процентов вакцина результативность потом наша спутник 5 сказали 92 вчера ска еще одна вакцин дело четыре с половиной то есть кто больше и на этом фоне локдауны которые сейчас ведут в европе во многих странах а где-то нет еще локдауна в австрии локдаун а в чехии там сказать ограничение по перемещению вот по вечерам не локдаун да но это все как-то забылось это что сша зимой тоже может быть там локдаун тоже как-то это все забылось на фоне хороших новостей по вакцинам также экономика и мировая и сша тормозится согласно прогнозам в этом в этом квартале экономика сша вырастет на 3 7 процентов исчислений сожалению тормозится что не очень хорошо до нефти плане опека но мы поговорим про опек чуть попозже какие акции у меня есть портфель я сразу скажу у меня московская биржа момент нашего комментария момент этого она пока в плюсе также у меня сбербанк но там нормальный запас я за него не сильно беспокоюсь и также я продал аэрофлот и сегодня стал покупать аэрофлот но я скажу честно аэрофлот у меня совсем чуть-чуть только начал покупать потому что у меня возникли возникли опасения что я зря продал по 65 аэрофлот а что касается московской бирже тут кажется стол включается рабочий стол я сейчас попробую включить конечно камера вот он показ экрана откройте доступ к экрану окно программы вот вот честно слов здравствуйте артем впервые вот я сейчас включаю рабочий стол и вот что мы видим мы видим сейчас мы его сделаем более нормально и мы видим что вот он снижается ну и норм нормальные уровни есть три тысячи две девятьсот и две восемьсот семьдесят настрой сейчас рынка такой что глубокой коррекции скорее всего не будет но это частное мнение вы можете работать так как считаете нужным почему наш рынок находится под контролем биржевых быков ну во-первых развивающие рынки если мы посмотрим на рынке развивающиеся там значит как вам сказать тому же максимум годовой перебит по моему 5 или что в ноября где-то так у нас 17 ноября идет коррекция то есть нам еще до максимума надо так сказать еще мы тут покажу ехать и ехать вот сюда надо ехать до три двести там с копеечками во вторых санкции как-то очень сильно народ пугали в октябре пугали что санкции на самом деле санкции конечно могут быть но сейчас байдену его команде явно не до санкции потому что сейчас ему никто не хочет передавать передавать дела до санкции мы будет в конце января но это самое раннее поэтому есть определенный люфт по времени когда наш рынок чувствует себя более менее спокойно это мое частное мнение разумеется я не говорю что вы должны именно так работать это мое частное мнение что надо работать только от покупки и наверное уже можно рисковать покупать от 3000 пунктов по индексу московской бирже так на и но это вот так вот я думаю что в конце года даже возможно это ралли хотя мы говорили что в ноябре ноябре то будет месяц роста я думаю что это ралли может перекинуться и на декабрь а сейчас покупать рано мне кажется потому что только началась коррекция первый день и пока никаких уровней не достигли кроме того вчера почти что достаточно близко честно говоря газпром подошел к сопоставлению 185 забербанк 253 там восходящий прямоугольник мы сейчас посмотрим график сбербанка но чуть попозже и вообще говоря смотрел за за неделю рост значительный рост честно говоря у системы 17 процентов рост ммк 9 и 7 рост нефть 9 процентов газпром 9 процента причем значительную часть сыграли всякие телеграм-каналы которые рассказывали о том что миллер скоро снимут дело решенное вот поэтому нужно сейчас остывать и даже ну да все выросло мужской даже аэрофлот нелюбимый многими вырос на 7 процентов не знаю почему нелюбимы многими так теперь по игровым моментам поговорим единственное что может возможно продавать возможно и играть на понижение это новотек график я вчера кстати графика давал в комментариях по рынку там волна вульфа и честно говоря можно открывать короткие позиции проблема в том что нету дивергенции на этом новотеке и проблема в том что на срочном рынке новотек не очень ликвидный большими деньгами туда не полезешь играть на понижение а цель очень низкая тысячи поэтому поскольку я считаю что все находится под контролем быков лично явно новотек не полез хотя если бы полез когда писал наверное сейчас бы был бы уже небольшой плюсик ну и ладошками так новотеком все теперь у нас что вы пишете если вы что-то пишете о как раз сергей задает вопрос а сергей вообще-то мой рабочий стол то видите да до начала скажите по поводу аэрофлота хочу сказать вот чего 30 30 октября я писал комментарий когда аэрофлот что сейчас посмотрю 56 36 по концу дня 51 там локальный минимум я говорю господа на график деле по индикаторам rsi и магди есть быть бычья бычья расхождения поэтому надо как бы очень аккуратно играть на понижение в аэрофлоте потому что там последняя волна не подтверждается и как воду глядел пошел рост аэрофлота кстати я его продал с прибылью но не очень большой прибылью объясню почему потому что мы находимся на рынке конечно на нас это все воздействует когда люди начинают на сайте на сайтах писать что аэрофлот идет на 40 вот сейчас секундочку моменты все тренды соскочили ну соскочили соскочили ладно ладно так и вот пошли новости хорошие парафлоту но главное даже не про флоту пошли новости по авиакомпаниям мировым это связано с этим с лекарствами лекарства против коронавируса и соответственно например вчера компания дельта акции выросли там на 44 процента 4 2 процента да если вы посмотрите американские авиакомпании то они растут в ноябре по крайней мере растут они опять за лекарства по поводу пандемии тут же аэрофлот дает пресс-релизы он летит в афины он летит в ницу и никто не смотрит что там на самом деле можно путешествовать только ограниченному числу лиц но не всем можно путешествовать может дипломата можно там кому-то еще но не туристам все равно идет позитивный народной фон по авиакомпаниям вот до того что даже смешно что вышла новость 26 26 числа день благодарения якобы не хватает авиабилетов американских авиакомпаний ну и они связи с этим дополнительно открыли новые новые билеты продают новые направления ну и рейсы ставят хотя так вот специалисты что это неправда маркетинг выход и ближе 26 ноября эти эти будут рейсы либо отменены либо объединены как бы они дают сигнал что вот жизнь нормализуется и подумайте о путешествиях у нас уже не хватает рейсов хотя это неправда ну мое мнение пара фото следующее если мы сейчас проведем линию по этим вершинам вот этим вершинам это линейный график вот мы провели линию и на данный момент это где-то 71 с половиной это очень сильный уровень сопротивления мне кажется я уже говорил что ниже 70 до меня уровень покупки выше 70 продаж чем это говорил я по моему сентябре еще да вот поэтому надо ждать когда будет пробить этот уровень вот я не знаю когда он будет пробить на какую какой момент ну догадываюсь что он будет рано или поздно пробиться течение там трех месяцев и будет следующий поход 78 80 пока я купил буквально на 5000 рублей на портфель вот потому что опасно опасно под этим уровнем покупать но думаю что будет пробит и пойдет вот сюда на 878 я знаю что ребята с канала рынка и деньги власть говорят что будет 130 справедливая стоимость это мы все читаем вот но думаю что так он может вернуться и на 60 он может вернуться 51 никто же не спорит но кончится тем что он пробьет этот понижательный канал и пойдет на 78 80 вот мое мнение по аэрофлоту так сейчас я посмотрю что вы там пишите то может быть вы не видите мой график вот его пишет хорошо 7 процентов тоже кое-что дело на фото но к сожалению не так много и вообще я не знаю как эту акцию держать большом количестве портфеля есть сумасшедшие которые берут на весь портфель фьючерс по индексу ртс но это не нормально мне кажется по поводу нефти нефти по моему еще не подкачал тут у меня все слетело и я тут по нам по новой делу да по новому не подкачал но понимаете можно сказать вот чего технический комитет опек 17 числа то есть сегодня а вот это само решение о том продлевать не продлевать соглашение об ограничении будет либо первого декабря либо последний день ноября этого я не знаю никто не знает на самом деле и сейчас консенсус аналитиков такой что продлят текущее ограничение на 7 и 7 миллионов баррелей в сутки на три месяца или на шесть месяцев вот это мне кажется уже в текущих котировках а если откажутся продлевать в чем я очень сомневаюсь то наверное рынку нефтяного будет не сладко что ждет морган стэнли морган стэнли ждет восстановление мировой экономики соответственно цена нефти будет но нормально да ждет роста индекс на 500 до 3900 пунктов и ждет снижение золота будет 1825 пунктов то есть чуть более пессимистичные прогнозы по золоту чем были раньше вот что делает животворящая вакцина так что никто не ждет часа овала все считают что опека вмешается и как бы пока понимает что рынок слабый так это мы сейчас закончили с нефтью посмотрим что у нас дальше эти графики а дальше по нефти короче опять нет не может позволить себе ограничение теснять иначе все рухнет хотя есть страны которые нарушают там типа ливия и россия нарушает эти говоря но не очень большое количество баррелей нарушает поэтому пока никакого скандала нету при акции газпрома которые успешно разогнали канал рдв там и другие каналы ну что сказать там нету дивергенции вообще кроме новотека нигде нет дивергенции на мой взгляд не бычих не медвежьих вот пробили понижательный тренд вы видите на графике кто-то не купил кто-то купил что-то другое купил да пробили на 170 сейчас проходит 167 загнали успешно но вот индикатор показывает что вот вот мы вчера достигли уровня перекупленности соответственно либо мы идем сюда на боль жира среднюю где-то 167 может быть вот как это не страшно звучит либо не знаю что но пока вниз точно играть не надо вот если будет сюда опять даже на эту красную линию то надо подумать о покупке вниз я бы не играл потому что принципе рынок бычи подумайте о том что рынок снижался два с половиной месяца растет он всего там меньше трех недель соответственно еще мне кажется цикл роста не начался вспоминается еще пословица что газпром растет последним у меня газпрома портфель нету вот но нет цели у меня так сказать все купить тем не менее вот если он снизится сюда то можно подумать о покупке акции сбербанка про который говорит что он банкротом почитаешь акции сбербанка плохие акции сейчас ведь там проблем очка до дивергенции нет я посмотрел заранее таких проблема в том что вот и весьма канал нарисуем восходящий да на это деле да то где-то 253 это верхняя граница этого канала соответственно лучше бы пошло на 230 вот сюда когда мы пробили вот это понижательный канал синие линии 230-231 ну есть еще уровень 235 куда пойдет я не знаю но по текущим ценам я буду удерживать то небольшое количество сбербанка которую на есть я не вижу смысла играть на понижение потому что при любом раскладе мне кажется мы пойдем тестировать это вот границу мы еще не доросли до этого 253 254 это деле вчера я давал график викли там все хуже там зреет момент доигры на понижение но уж так вот я вам скажу там не там я на графике кал все дивергенции к сожалению и там так получается что 205 вот может упасть на 205 поскольку это неделька в недельках это очень долго будет реализовываться поэтому пока мы просто отдыхаем просто я и работаю наверх не очень большим количеством по личному портфеля раз раз такая штука что ну зачем рисковать там так что у нас еще есть это мы сказали акции мосбиржа вот акции мосбиржа на из портфеля но они очень долго росли понимаете почему начать динамику хуже рынка показывает поэтому потому что до этого росли очень долго и вот меня что умиляет когда люди пишут мне что вот неужели ты не видишь сейчас я в виду красной линии синей линии я могу красно сделать овалом неужели ты не видишь голову и плечи на этом графике а я хочу сказать что технический анализ он имеет предсказательной функции они следящие функции предсказательной функции равны примерно нулю но они очень незначительные вот поэтому вот пока шею не пробьет никто не имеет права говорить что это голова с плечами с таким же успехом я могу сказать что ребята это голова баскервилле фигура совершенно другая и нас ждет дикий рост значит эта акция на портфеле есть я с нетерпением жду пробития понижательного канала тренда синей линии на графике вот когда пробьет 138 тогда можно будет покупать поддержка как вы сами видите 31 129 вот здесь пока уж слишком рисково кстати я никогда не беру позиции маржинальных даже в этом году максимум у меня был 10 процентов маржи так а так не стараюсь не брать чтобы спокойно работать как бы иметь конкретное преимущество другими участниками которые не высыпаются вот но посмотрим что тут говорить так сейчас это мы здесь так ты по поводу доллара хочу сказать на графика сейчас нет надо тут сказать что у нас геополитика там зашитому уже говорили рублей 78 в долларе поэтому то что сейчас так укрепление которое мы видели она вполне по моему нормальная с учетом текущей ситуации и ситуация азербайджан Армения ситуация с санкциями она несколько успокоилась нефть мы видим не сейчас не падает поэтому мы продолжаем болтаться в коридоре я думаю что границу где-нибудь 73 85 в таком примерно ну что кто-то смеется говорят вот не поехали туристы типа это никак не влияет но это то что они не поехали каждый год туристы тратят порядка 4 5 6 миллиардов когда покупают валюту до отпусков поэтому все-таки это влияет но не очень сильно влияет мне так кажется вот акции которые мне интересуют сейчас посмотрим что у нас еще есть там опять таки я подкачал недавно потому что у меня все свалилось свалилось и подкачать да ну вот так вот да мы видим что соскочил по повышательного тренда и сейчас пытается какой-то рисовать флаг возможно дойдет до 5 до 73 и там опять пойдет наверх опять я не могу предсказать действия бадена сейчас ну вот еще лукойл тоже считается качественная акция никто считается качественно качественная акция качественное управление поэтому в первую очередь бросить покупать лукойл когда пробили вы даже этот понижательный канал который сейчас обозначен у меня лукойла нет потому что вы знаете я очень скептически отношусь к нефтегазовому сектору россии считаю что нефть она очень нестабильная у нас расхождение другими экспертами которые считают что нефть я считаю что текущая ситуация с нефтью она не очень хорошая считаю что этот сектор стагнирующий нефтегазовой россии и покупать нет никакого смысла но тем не менее кто не купил может купить на 4 700 когда опять опять это все ляжет на тренд и опять же задать повторением то максимум 5000 сейчас возвращаюсь обратно так попробую отключить стол основе все по-новому по поводу московской бирже нет татьяна вот тут такая ситуация да я знаю что савельева министра это все знаю все остальные не посмотрел просто я не люблю металлургию теперь по поводу серебра серебро промышленный металл да сейчас уже говорит что он не столько драгоценными того сколько промышленный металл от этого мы и будем писать с одной стороны драгоценные с другой стороны промышленный но если говорить о том что он драгоценный то у нас сейчас три вакцины будут одобрены как аварийный на западе до конца года и у нас в россии четыре вакцины будут одобрены из них одна китайская еще одна вакцина выходим испытания третье это и ступ мечникова это январь вакцин будет очень много это будет очень давить мне кажется и на серебро и на золото мое частное мне не разумеется так задавать пожалуйста вопросы а вот акция интересная потому что вы знаете что она как бы спекулятивная не знаю как нам набить весь пакет аэрофлота у меня никакого желания никакого нет это чисто акции до спекуляции она вот сегодня была лидером падения смотрел одно время до этого было одним из лидеров роста что делать золотом золото надо держать в портфеле у меня сейчас его нету кстати говорят да я полюс то продал свой в каком-то стиль но сколько процентов 20 как держит например сереги салтыков вы знаете да историю интересно что я все время сканирую успешных управляющих и многие управляющие успешным например кто у нас пётр салтыков до ждут продолжение роста они также думают как я что и рост будет до конца года примерно на 10 процентов норильскому никель что я думаю я думаю что эта акция будет пользоваться повышенным спросом в январе объясню почему потому что она из 1 земли защищенных от санкций перекладка норильский никель больше не искать нечего у меня этой акции нету так резюмируем наше небольшое включение наш так сколько было участников а вот нормально было количество участников то что сейчас происходит первый день снижения на рынках меня лично не пугает хотя я могу ошибаться я думаю что там в конце в самых последних числах это месяца или в начале декабря пойдет нового волна роста вот но покупать акции вы сами видите еще недостаточно все это скорректировать вниз что покупать покупать аэрофлот ну давайте купим когда 71 там пробьет 72 понижательный тренд и так и в общем все так что как минимум нужно опуститься на 3 тысячи по индексу московской биржи там уже подумать о покупках пока к сожалению мы прошли только сегодня половина пути коррекции минимальной половины пути так на этом все наше наше включение было ровно 30 минут точность это вежливость королей всем спасибо